При любых нестабильных ситуациях первое, о чем думают люди, это будущее. В первую очередь будущее – это дети. Среди тех, кто был вынужден покинуть родные дома, эвакуироваться на территорию России, очень много малышей, а для них просто необходимы особые условия. К нам заехало больше 500 человек, практически все дети, три социальных учреждения, школы-интернаты, социальный реабилитационный центр. Детки очень хорошие, но, конечно, по информации, по количеству вещей видно, что собирались очень оперативно. В пунктах временного размещения организаторы совместно с волонтерами, благотворительными фондами и всеми сочувствующими проделывают, несомненно, огромную работу и вкладывают максимум усилий для того, чтобы ни один ребенок ни в чем не нуждался. Нам выдали мойся, мыло, шампунь, щетку, пасту и дали канцелярию, тетрадки, ручки, карандаши. Живем в наилучших условиях, которые могли бы нам предоставить. Комната здесь замечательная, комната и хорошо обустроена, и хорошо все здесь. Кроме правильного, полезного и, что важно в случае, когда речь идет о детях, вкусного питания, в ПВР стараются создать условия и для досуга. Тут очень много кружков, очень большая площадь, есть футбольное поле, баскетбольное, теннис, бассейны тут есть. Мне нравится баскетбол, футбол, теннис. Сегодня играл. Благодаря таким условиям дети воспринимают всю эвакуацию как путешествие или приключение. Но, несмотря на это, им необходима помощь профессиональных психологов. Тем более, что некоторые дети имеют особенности развития. То есть работа велась в основном на стабилизацию эмоционального настроения. Также, учитывая, что здесь очень много детей с умственной отсталостью, то, естественно, проработка шла и коррекция высших психических функций, таких как мышление, память, восприятие, внимание. Ну, вот на этом сейчас наша работа основная и строится. Вся эта работа проводится для того, чтобы у этих ребят было не только мирное небо над головой сегодня, но и светлые воспоминания, не омраченные ничем. Денис Проскурин, Александр Кучец, Дон-24, Неклиновский район.